а привет всем тут небольшая такая загвоздка небольшой вопрос чем гордиться от некоторые там говорят чем гордиться в нашей стране суть я не знаю чем гордиться в нашей стране мне вот нечем гордиться однажды меня в поймали на улице с камерой я имею ввиду там опросники проводили чем гордиться на такой говорю ну наверное внешней политикой то что мы можем отстаивать интересы сейчас конечно и мнение поменял за 10 лет понимаете чем гордиться у нас стране есть все ресурсы есть железо индустрия есть нефть есть газ все ресурсы есть понимаете как вот в саудовской аравии но саудовской аравии умудрились просто золотым дождем осыпать всю страну вот посмотрите что там посмотрите просто набирайте судовская аравия как там жить да может у них какие законы шариата и ничего не говорю но не выпендривайся живи как как и все и будет тебе добро и счастье посмотрите сколько там денег выделяется на душу населения саудовская аравия и посмотрите что в россии то есть за 20 лет у нас более-менее чистенько на улицах стало и стали менять и бордюры дороги начали ремонтировать все все а чем еще гордиться я не понимаю просто чем гордиться я горжусь что я русский ну молодец чувак ну я не знаю выпал из вагины в нужном месте в нужное время вот и русский что дальше и просто неправильно чем смысл то в этом я вообще отрицаю существование всякое существование времени возможно есть какие-то промежутки временные я ничего не какие-то промежутки есть вот они за этом разделено все вот это вот пространство она отделена на отрезки вот это мы считаем временем но времени как такового нет есть на часах вот эти вот циферки которые ходят и все времени нет а меняются только место действия и лица все больше ничего ничего особенно то и не происходит все циклично вот я горжусь зачем гордиться то просто не понимаю рывки какие-то устраиваем что за рывки зачем они работу дайте мне работу работу чтобы я кушал нормально вот вы понимаете то что сейчас происходит я это давно говорил я ничего не говорю я тут ничего не буду как бы так сказать изменять что вот она оттягивается все оттягивается все оттягивается и конфликт оттягивается государство смена государства оттягивается и экономика у нас тоже самое а потом в один прекрасный день вот пройдет какое-то время я не я не могу сказать что пройдет лет пять не мнение не пять лет я не думаю что пройдет и она сменится но вот это вот оттяжение как у рогатки она приведет к очень большому буму то есть я говорил что вот он будет вот там кого там вот эта мобилизация потом с экономики все начнется потом но я на временные эти отрезки поделил сейчас конечно я не знаю как будет потому что надо пережить вот эти два месяца то есть октябрь и ноябрь я так понимаю здесь что-то с путиным будет я просто так предполагаю потому что его нет останется только отголосок отголосок останется голос останется путина я не вижу чем гордиться я даже честно признаться и не знаю я просто не понимают когда люди говорят я горжусь тем что я русский я горжусь так далее и тому подобное чем гордиться то что мы мы точнее не мы а группа людей своза мутила ну а результаты где ладно хорошо кто-нибудь там у вас какой-нибудь патриот спросит а результат это где результаты должны быть то есть у нас газ нефти вот это все есть а результатов нет чем гордиться я бы не понимаю то что китаю мы продаем все задешево он нам в три дорога все продает здорово потому что разругались мы способ с половиной мира цивилизованного здорово том что у нас нет этих а как сказать так геев и лесбиянок есть единственное что это всегда было в андеграунде пугать нас ими не надо если у нас демократия настоящая будет мы сами будем распоряжаться нужны нам они будут там законодательно когда там у них все эти отношения или не нужны я считаю это вообще не нужно мое личное мнение потому что люди не будут размножаться также как их эти феминистки суфражистки всякие хочешь будь но когда ты уже влияешь на мнение других людей ну блин ну кто у вас будет размножаться какие-нибудь анклавы и средней азии они будут размножаться им пофигу а вот коренные жители они не будут размножаться позорно будет быть я там и не знаю беременной либо идти с противоположным полом полом за ручку или иметь отношение ну такое себе то есть чем гордиться то я не понимаю любовью гордиться гордиться тем что за 20 лет какие-то там только слова были отпущены типа мы рывки сейчас устроим какие-то рыв какие рывки не причем бред какой-то кировки зачем эти рывки что это вот был такой человек конфуций я сейчас закончу я просто быстро это говорю а потом скажу еще как вот чего там продвигаться будет а был человек конфуций он говорил не слова украшают человека а поступки учись говорить без искусно а действовать искусно и раньше я верил что исполнит сделают теперь же я жду когда сделают или исполнит вы понимаете рассчитывая на преданность своей собаки до последнего момента на преданность супруги до первого случая измены имеется ввиду то есть понимаете если человек просто говорит вот он сказал и не сделал сразу его надо санными тряпками метлой просто выгонять нет у тебя санных тряпок и метлы инструментов то бишь все человеку сядется тебе на шею и будет сидеть свесив ножки и носи его потом еще и корми с ложечки вот так вот как дальше будет продвигаться нужно пережить октябрь ноябрь я ничего не могу сделать ничего не могу сделать просто хаос полнейший просто полнейший хаос проигрывалась у меня получается мобилизация я говорил что но но что самое главное ее не стало она будет тогда когда сменится власть сменится скорее всего на силовиков недовольство будет недовольство будет недовольство будет если а мобилизацию и объявят то где-то вот зимой это либо середина либо конец зимы вот что-то вот такое будет события могут ускориться но я еще раз говорю если действительно объявят мобилизацию мобилизацию скорее всего объявят с военным положением тогда будет уже понятно что к власти пришли другие другие короче люди вот так вот пока я другого не наблюдаю но остается ждать вот эти вот полтора месяца сколько тут осталось я не знаю если будут какие-то там сподвижки с путиным я сразу запишу там выйду в эфир кто у нас там чего у нас кто у нас что у нас пришел к власти вот как то так чем гордиться гордиться пока нечем честно признаюсь гордиться абсолютно нечем толком работы нет работа сейчас одна подписывая контракт и шуруйное свого вот это да есть продвижение продвижение нет надежды надежды на будущее хоть какое-то на четкое там понимание того что будет нет есть только одни слова которые тают в воздухе просто слова тают в воздухе все как снежинки кружатся кружатся и тают не на что надеяться как-то как-то все уныло как сейчас у меня за окном и вот думается иногда просто думается а а если бы у нас государство вот допустим территориально было таким же как израиль и вот кто-то к нам пришел допустим хамазовцы пришли а что бы было или за место советского союза была россия вот россия в том понимании какая у нас сейчас и и был бы 40 41 год допустим чтобы было вот пришел гитлер и что мы гордостью гордостью будем отбиваться просто очень интересно вот так как то у нас все уныло но надо пережить вот эти полтора месяца я по-моему это говорил уже что хаос будет хаос будет нарастать ничего не понятно абсолютно там есть какие-то группы группы власти есть какие-то там люди которые претендуют чего-то они там делают пытаются к себе там завлечь последователей секты свидетелей иеговы не знаю как это сказать проще как то так будут свои пытаться интересы продвигать больше мне сказать тут особо нечего горд как и гордиться собственно говоря тоже надеюсь до конца месяца я книгу свою озвучу пока в депресснике вообще полном беспросветно вообще как-то все охоте дописал там еще один роман рассказ не знаю как лучше назвать еще один дописал но пока все стоит на месте просто все все в упадке в руинах как и ментально так и собственно говоря физически спасибо что смотрели уныло очень уныло я прекрасно понимаю раньше карты показывали более четко сейчас определенности нет это самое плохое вот в штопор входим просто и все в штопор ничего не могу с этим сделать если бы мог я бы как-то определился и определенно более сказал все спасибо что смотрели так вот немножко эмоционировал я сказал просто как она на душе все больше больше не добавить нечего спасибо что смотрели все мира добра здоровья удачи ну денег уже не желаю там благополучия буду так сказать благополучия как материального так и душевного удачи всем до свидания